С мая 1889 года по май 1890 года Винсент Ван Гог добровольно переезжает в лечебницу для душевнобольных Сен-Реми. Несмотря на повторяющиеся время от времени припадки, Винсент продолжает напряженно работать, видя в этом единственное средство спасения от своей болезни. Так возникает ряд пейзажей, изображающих виды из окна мастерской и сад. А когда художнику разрешили под присмотром покидать убежище, то и окрестности Сен-Реми. Но очень часто, вынужденный к тому обстоятельствами, Винсент работает по гравюрам с Ремранта, Миле, Телакруа, Томье и Дуре. За год нахождения в клинике Ван Гог создал около 150 работ. Лечебница в Сен-Реми была запечатлена Ван Гогом в полотнах больниц в Сен-Реми. Винсент часто писал здания со стороны центрального входа с изображением старых сосен на первом плане. Их искривленные стволы и раскидистые кроны почти закрывают небо. Нечневая земля вздымается буграми. Сен-Реми Сен-Реми Столь же напряженное композиционное построение использует Ван Гог и в картине «Больничный сад Сен-Реми». Здание лечебницы изображено со стороны парка, в котором внимание художника привлекло старое, пораженное молнией дерево. И как резкий контраст этому поверженному природой исполину, смотрится перед ним куст нежно белеющих, но отсветающих роз. Маленькие фигурки людей и пустующие скамьи парка дополняют этот пейзажный мотив, выглядящий все равно безлюдным и грустным. Маленькие фигурки «Больничный сад Сен-Реми» Маленькие фигурки «Больничный сад Сен-Реми» Из окна больницы было видно хлебное поле, и Винсент писал брату Тео, что он может наблюдать восход солнца. И это хлебное поле тоже стало мотивом для ряда его картин, написанных в Сен-Реми. Во время депрессии у художника нередко возникали мысли о самоубийстве. В полотне жнец, образ жнеца, сменивший образ сеятеля, был задуман, судя по письмам Ван Гога, как олицетворение смерти, пожинающей свой урожай человечеству. Это образ смерти в том ходе, в каком нам является его великая книга природы. Но я попробовал сообщить картине почти улыбающееся настроение, и это кажется мне довольно забавным. «Я-то ведь смотрел на пейзаж сквозь зарешеченное окно одиночки», – писал Ван Гог. Мотив поля, примыкавшего к клинике, повторяется и в картине пейзаж Сен-Реми. Мотив поля, примыкавшего к клинике, повторяется и в картине пейзаж Сен-Реми. Мотив поля, примыкавшего к клинике, повторяется и в картине пейзаж Сен-Реми. На фоне сине-фиолетовых гор тоже изображена одинокая фигура крестьянина со снопом, сжатой пшеницей. А куст чертового лоха на первом плане символизирует библейскую притчу о хлебе и плевелах. Сен-Реми Сен-Реми Ощущение напряжения и беспокойства, которое испытывает Ван Гог, передано в изображениях кипарисов. Их он вводит в пейзаж с хлебным полем. Почти черный или темно-зеленый цвет этих деревьев, традиционно украшавших южные кладбища, тоже связан для Ван Гога с темой смерти. Эти характерные для природы прованса растения он сравнивал с египетскими обелисками, а деревья печали напоминали ему черные пятна на фоне солнечного пейзажа. От Адольфа Мантичелли Ван Гог позаимствовал для их изображения технику густого наложения мазков краски и улеченно работал над вариацией метанов черного цвета, изображая кипарисы то в поле, то на фоне звездного неба. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Оно написано в новом графическом стиле, то есть в особой манере более плоскостного наложения и контрастного сочетания горизонтальных вертикальных мазков синего, желтого и черного цветов. Пейзажная композиция выглядит плоскостной, а четко различимые мазки привносят изысканный графизм и декоративность в построении композиции. Ван Гог был недоволен этой работой. Она ни о чем не говорит, потому что в ней нет силы воли и глубоко прочувствованных линь, писал он. Он ощущал искусственность манеры и ее написание, в отличие от картин артского периода с эффектами ночного освещения. Я снова позволил себе идти к звездам, которые недостижимы для меня, и снова провал. С меня довольны. Рощи Али вокруг Сен-Реми стали еще одним излюбленным мотивом Ван Гога. Он написал около десяти картин с их изображением. В письмах художник пояснял, что не хотел соотносить изображение Рощи Алиф с библейской тематикой, модной в конце 19-го столетия. Поэтому он не исполнил фигуру Христа, так как не имел никакого намерения писать что-либо на библейскую тему. И пояснял свою мысль. Не то чтобы она оставляет меня равнодушным, но вызывает неловкое ощущение регрессии. И вместо прогресса. Он писал оливы то, словно сопротивляющимися силам природы, то серебрящимися или белеющими на фоне голубого неба. В момент душевного просветления было написано полотно сбора оливок, в котором тонко передано чувство человека, оказавшегося на мгновение на свободе. Ван Гогу разрешалось работать на этюдах, но все же под наблюдением надзирателя. И пораженного простотой, и одновременно какой-то изысканной грацией поэзии увиденной сцены. Как и другие произведения этого периода, картина написана в неяркой колористической гамме. В холодном дневном освещении предстают стройные стволы деревьев и фигурки трех девушек, собирающих плоды. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К подобным картинам, созданным в недолгие часы, когда болезнь отступала, относятся полотна сирень, ирисы, натюрмурцы рисами. Куст цветущей сирени в больничном саду и украшавшие здесь же клумбу фиолетовые хрупкие ирисы, написаны ванголом с любовью ко всему живому и тянущемуся к солнцу, как это было в период работы в армии. В них нет той огромной жизненной силы, которая присутствовала в подсолнухах. Но их образы тоже наделены декоративностью и изяществом, с которыми он всегда писал цветы. КОНЕЦ КОНЕЦ Находясь в клинике, Ван Гог копировал с репродукцией и гравюр произведения Жанна Франсуа Миле, Аннуре Думье, Реймранта, Эржена Галакруа, Густава Туре. На сюжет одной из кровюр Густава Туре было написано полотно прогулка заключенных. Находясь под постоянным надзором в клинике, он испытывал то же чувство безысходности своего положения, что и шагающие по узкому тюремному дворику заключенные. Возможно, в изображении фигуры в центре шеренги заключенных Ван Гог изобразил самого себя. КОНЕЦ Полотные риса и «Звездная ночь над рекой Рона» благодаря помощи Тео были показаны на пятой выставке в Салоне Независимых в сентябре 1889 года. Еще и пять картин на выставке «Группа 20» в Брюсселе в январе 1890 года, где и была продана одна из них. В апреле 1890 года в Салоне Независимых было представлено уже 10 произведений художника. В конце января 1891 года в журнале «Меркури де Франс» появилась восторженная статья Альбера Орье о его творчестве, в которой критик назвал Винсента Ван Гога не просто художником, но мечтателем и фанатичным сторонником красивых утопий. Все эти события благотворно сказались на общем состоянии художника, но чувство неудовлетворенности своей работы не покидало их. Он полагал, что за 10 лет своей творческой деятельности им было сделано чрезвычайно мало, несмотря на его постоянную борьбу за возможность работать ценой подвижничества и фанатичного трудолюбия. Удивительная собранность духа, присущая ему во время ослабления болезни, какое-то опустошающее душу внутреннее напряжение, переданный в полотне автопортрет, написанном в клинике Сен-Реми. И наряду с этим аскетичным своей строгости портретным образом ветка цветущего миндаля, изображенная на одноименном полотне, смотрящаяся как символ здоровых жизненных сил природы, в момент ее буйного цветения. Эта картина была подарена Винсентом Тео и его жене в связи с рождением у них сына. В ветке цветущего миндаля, как и созданном в автопортрете образе, воплощена огромная духовная сила художника, позволявшая ему обретать творческую силу в соприкосновении с красотой природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok